Рабочая группа в составе представителей органов исполнительной власти изучала ситуацию в Коканде. Они посетили каждую махалю, пообщались с жителями, выявили проблемы, чтобы ускорить их решение. О проводимой работе в следующем репортаже. Древний Кокант. Сегодня и этот город в рамках масштабных строительных и благоустроительных инициатив приобретает современный облик. Но самое главное, все делается с ориентиром на интересы людей, улучшение их бытовых условий, устранение накопившихся за долгие годы проблем и трудностей. То есть все работы ведутся под идеей, выдвинутой президентом. Не народ должен служить государственным органам, а государственные органы народу. Для исполнения поставленных задач, выявления и предотвращения недостатков и недопущения в дальнейшем попустительского отношения со стороны органов исполнительской власти на местах и организаций, Республиканская рабочая группа проводит анализ культурно-гуманитарной ситуации в Коканзе, а также уровня жизни людей. В состав группы вошли государственные советники президента, представители министерств, ведомств, правоохранительных и контролирующих органов ННО. Они ведут работу во всех махаллях города. До сегодняшнего дня рабочая группа, посещая дома, изучила реальное состояние дел в 50 махаллях. Тем самым выявлено более 8 тысяч проблем различного характера. Тут же приступают к их решениям. В частности, предприятиями акционерного общества «Узбекэнерго» отремонтировано 10 трансформаторных пунктов. Завезли железобетонные опоры, коммутационные аппараты, траверсы и электропровода. Выполняются монтажные работы. И как результат улучшено обеспечение электроэнергии более чем 10-тысячного населения. Начато практическое решение без малого 300 обращений касательно бесперебойной подачи питьевой воды. Этому рады, в частности, и жители улицы Шиховуль, Махали, Артизан, Буе, где долгое время сталкивались с трудностями из-за устаревшей водопроводной линии. Разбитые дороги, требующие ремонта, также в центре внимания ответственных лиц. В этом плане удовлетворены 268 обращений граждан. Дороги покрыли щебнем, асфальтом произвели необходимый ремонт. Все жители рады рабочей группе, так как решаются многолетние проблемы. Они посетили каждый дом и побеседовали с каждым из жителей. Никто не остается в стороне от работ по благоустройству. Каждый старается внести свой посильный вклад в общее дело. Так в Хашаре, организованном вокруг многоэтажек и махалинских кузарах, приняли участие более 10 тысяч горожан. В массиве Мухуми и в ряде других махалей благоустроили территорию, высадили саженцы цветов. Чистота – залог здоровья и благополучия, да и душа радуется, смотря на ухоженные дома и улицы. Благоустройство территорий – важная задача, когда речь идет о здоровье людей. Изучения показали у 600 человек плохое самочувствие именно из-за проблем в окружающей среде. Выявить эти случаи и оказать должную помощь смогли путем проведения медицинского осмотра более 17 тысяч человек. В каждую махалю приезжают мобильные медпункты. Усилена работа патронажной службы. Проводятся встречи с населением, где разговор идет о формировании здоровой атмосферы в семье, сохранении традиций и обычаев. Особое внимание уделяется повышению медицинской культуры населения, пропаганде здорового образа жизни. Не в лучшем состоянии крыша, подвал и фасад 28-го многоэтажного дома по улице Галаба-Холлик. Неухоженному дому необходим срочный капитальный ремонт, зафиксировали члены рабочей группы. В этом доме живет и тяжело больной Мурот Абитов. У него есть инвалидность, взят под медицинский диспансерский учет, нуждается в сложной операции. Мне главная операция, мне больше ничего не надо. В решение проблемы вмешалась рабочая группа, при содействии которой он перевезен в больницу и готовится к операции. В ходе таких посещений домов нуждающимся в особой заботе людей предоставили инвалидные коляски. Организованные передвижные паспортные столы для тех, кто должен был поменять документ, но не имеет возможности поехать за новым. Еще одна очень важная составляющая мероприятий с участием рабочей группы – улучшение материального положения людей. В республиканской группе обратились 827 человек с проблемой с трудоустройством. Для них организовали ярмарки-вакансии в течение пяти дней. Только в первой работу нашли 700 человек. Узнав, что проводится беседа в центре занятости, пришел устраиваться на работу по специальности. Получил работу в одной из строительных организаций. Махаля де Гризлик. Здесь проживают около 3,5 тысяч человек. Во всех домах побывали представители рабочей группы. У каждого спросили, какие проблемы беспокоят. Камбар Али Махсудов – ремесленник. Изготавливает тандыры, как его отец и дед. Мастерскую организовал дома, из-за чего и жилплощадь уменьшилась. И эффективность работы пострадала. Да и сушить тандыры из-за опять же нехватки места приходится на улице. А капризная весенняя погода создает ему еще дополнительные трудности. Если бы его рабочее место было побольше, мог бы по одному тандыру в день лепить. В его работе есть спрос. В поддержке показали анализы. Нуждаются 95 предпринимателей. Почти 300 с получением банковских кредитов. За решение проблем тоже взялись отдельно. А также трудоустройство у женщин. Здесь работал в этот день новый производственный участок. Организовано семейное предприятие в Махале Янгичорсу. Постигаем секреты швейного дела. И работая качественно, стараемся улучшать благосостояние своей семьи. Девушкам и женщинам, желающим начать свое дело, вручили сертификаты для получения банковских кредитов. Не забыли и про самых маленьких граждан. Какие условия созданы для них в детских садах. На этот вопрос тоже искали ответ в ходе изучения социального положения города Кокан. Есть проблемы во всех сферах и учреждениях. Уже 39% из них решены. Конечно, разом все недостатки не искоренить. Долго они копились, но людей как минимум выслушали, а еще обещали помочь.